Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас очень интересные гости. Член Совета ветеранов городского округа Люберца, житель поселка Тамилина, хорошо нам всем известного, Тамара Никичина-Осипова. Здравствуйте, Тамара Никичина. Здравствуйте! Очень приятно, что ветераны в строю. Несмотря ни на что, работа продолжается, потому что за вашими плечами огромная жизнь, огромная история и огромное количество дел, которые сделаны, и мы, в общем-то, пытаемся наследовать то, что делали вы. И сегодня я предлагаю поговорить, тем более у нас год 400-летия Люберец, тут хочется и о Люберцах поговорить, потому что вы знаете, какими они были, ну, гораздо раньше. В войну. В войну. Вот. Но начнем, как это ни странно, 3 июля мы вновь вспоминали о Белоруссии, выступал президент Лукашенко в Минске, отмечался там День независимости. Вот. Я знаю, что вы имеете непосредственное отношение, бываете в Белоруссии, бывали, приезжали. Вот расскажите об этом участке вашей работы и почему именно Беларусь, чем она вас связывает. Ну, я состою в организации «Дети войны. Память» Ольги Петровны Поликарповой. И вот она нас уже несколько раз возила в Белоруссию. Первый раз я с ней поехала. Это день начала войны на 22 июня. Да. Мы были в Бресте. Было очень интересно. Мы как до 4... Ну, до полчетвертого мы не спали ничего, потом выстроились и пошли именно туда, где все это действие происходило. В крепости. В Бресте. Я бывал там, да, знаю. Вот. В этой крепости. Все просмотрели, все. Там очень интересно. Да. И там такое действие сделали. Значит, одних наших солдат нарядили в немецкие формы. Так. Вторые, значит, как и должно быть, формы того времени. Да. Вот. И по обе стороны – реки. Имитация была, да? Да. Вот показали вот такие бои. Вы знаете, у меня защемило сердце. Почему? Когда началась война, мне было около 7 лет. И я очень боялась бомбежки, потому что в Томилино тоже бомбили. Мама нас решила в сентябре месяце отвезти к своей маме в деревню, в Калужскую область. Юхановский район, деревня такая была, Селина. Да. Привезла нас туда, переночевала, и маме своей говорит, я опять поеду домой, вернусь в Москву, дети останутся у тебя, раз я их привезла, привезу еще какие-нибудь вещи для детей, потому что с нами в войну ехать и большие баулы с собой везти невозможно же было. Конечно. Вот. Она уехала, а через два дня в деревню пришли немцы. Так что мы зиму с сестрой пробыли у бабушки при немцах. И поэтому вот это вот воспоминание, то, и вот эта картина боевых действий Бресте, конечно... Как бы соединились, да, вот в одно такое. Вот это все вместе, все соединилось, и было, конечно, неприятно. А вот скажите, 7 лет – это уже такой возраст, да, ну, ребенок все понимает, да. В июне война, в октябре мне исполнилось 7 лет. Как немцы вели по отношению к нам? Видите, все хорошо было. Почему? Потому что у нас там нет лесов. У нас одни поля. Поэтому части менялись. Одни уходят, другие приходят. Особых таких зверств не было. Если бы были леса, здесь бы и партизаны, и все на свете. И все равно приходили в дом, проверяли, потому что у бабушки не только мы были. Там еще из другой деревни ее старшая дочка приехала, привезла пятерых своих детей. Детей было много. Да, и еще те, которые жили в этом доме, тетя, там тоже трое, вот вы представляете, 10 человек детей было. Ну, проверяли, смотрели, лазили на чердаки и под печкой смотрели, прячем ли мы партизан или же солдат каких-нибудь. Но так как не находили, ну, что-нибудь заберут и уходят. И сколько оккупация-то продолжалась? Окупация продолжалась, когда начались освободительные бои и погнали немцев от Москвы. Мама за нами приехала в апреле месяце. Забрала нас и привезла обратно в Камиль. Встреча была очень, да, лирическая, скажем право. Ну, бабушка не поверила. Я вышла на крыльцо, стою и говорю, мама идет бегом. Бабушка, бабушка, мама приехала, мама идет. Она, не говори ерунду, какая тебе мама. А когда мама зашла, она действительно. И в то время, ну, что же я еще маленькая была, думаю, ой, стреляют, стреляют, когда шло освобождение не только нашу деревню и остальные. И вот дорога такая шла на другую деревню, вот такая вот прудище. Она три километра от нашей, от Зелена. И вот в этом проеме, как вот идти на деревню, Катюша увидела, как она стреляла. Счастье было, наверное, да? Это, ну, естественно, ребенок, а потом вообще это новое оружие было, Катюша. Ведь потому что поначалу, когда немец пришел, вот были, наверное, самые страшные ощущения, что что-то как-то... Ну, страшно, страшно. Не было же ясно, то есть о победе тогда только мечталось, но было ощущение, наверное, что... Ну, естественно. Ну, вот как? Духом как не падали. Что взрослые говорят, что все равно мы победим, там вот дедушка с бабушкой и соседи. Но когда это будет? И вот тут начинается... Мы прислушивались к ним. Битва за Москву, приезжает мама, и вы отправляетесь? Приехали обратно сюда, в Томилино, она нас привезла. А везли нас попутными машинами, солдаты. Вот в какой-нибудь деревне нас дедушка довез, там уже не в юхтов нас повез, а по другой дороге, через петушки. Знамения-то... Вот. Там, значит, военных было много. Она рассказала всю историю там одному какому-то командиру. Он останавливал машины и просил нас подвезти там до какой-то деревни, и всё. И вот мы так на перекладных потихонечку ехали в сторону Москвы. Вот. И что вы видели во время этой поездки? Поездки? Вы знаете, самое главное, вот, запечатлелось то, что внимание какое-то вот было к нам, да? Люди были добрые все. Вот останавливались мы в какой-то там деревне, заходили в дом, прекрасно встречали люди. Тем более вот с детьми женщина пришла. В одной деревне ночевать пришлось нам. И вот какое-то внимание, вот, тогда были люди какие-то добрые, такое впечатление, как род свиньки все. Отзывчивые. Очень отзывчивые. Делились последним. Накормят, что можно дать, дадут. И уезжаешь, они прям вот аж плачут. Как будто родственники уезжают, да-да-да. Добрались до Томилина. До Томилина. Приехали к Казанскому вокзалу. Так. А темно. Мы поздно вечером приехали. И электрички-то тогда ходили шестивагонные только. И относительно редко. То есть туда надо было еще впихнуться как-то, да? Ну, конечно. Вошли в вагон, все. Доехали до дома. Здесь дошли до своего барака. Потому что раньше в поселке ЦС. Почему ЦС? Это от складов. Центральные склады. Вот поэтому поселок так назывался. И пришли... Все. Это просто вот какое-то было блаженство. Дома. Дома. 41-й год это получается. Это уже 42-й. Апрель 42-го года. Апрель 42-го года, да. Так. И что было, вот как вы ощущали, как менялись события, что происходило в Томилино во время, постепенно двигаясь к победе? До победы. Вот. В 42-м году я пошла в школу. В первый класс. Школа номер два. Которую в свое время окончил и наш летчик, герой Советского Союза. Анатолий Александрович Лапс. Которому в парке его имени теперь поставили монолитный такой камень и доску сделали. Мы очень-очень благодарны нашим депутатам, которые сделали такое прекрасное дело. Мы на Совете ветеранов. Они к нам очень часто на Совет ветеранов приходят. Просили их об этом. Вот они за свои деньги сложились. И сделали. И сделали вот это вот. Давайте вот сейчас сделаем небольшой перерыв. И потому что об этом летчике хотелось бы рассказать побольше, подробнее. Вот. И напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Тамара Никичина-Осипова, член Совета ветеранов городского округа Люберца. Вспоминаем вот этот этап, военный этап. В данном случае Томилино. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях житель поселка Тамилино Тамара Никичина-Осипова, жительница, член Совета ветеранов городского округа Люберца. Итак, знаменитый летчик учился в вашей школе. Вот. Вы знаете, что? Ну, мы были детьми, бегали. Ну, он с мамой жил в бараке номер три. Ну, бегаем. Ну, хорошо одетый молодой человек. Ну, конечно, мы замечали, потому что в военной форме он приезжал к маме. Он уже учился в училище. Ну, откуда мы знали, что он летчик, просто красиво одет, и всё. И мы узнали о том, как он воевал. Нам сказали в школе. Когда вот он погиб, пришли вот такие сведения, и мы тогда только узнали, что это наш летчик, который учился в нашей школе, погиб, и ему посмертно присвоили звание Герой Советского Союза. В то время, вот сейчас такого нет. А в то время, вы знаете, у нас была стенгазета в классе, и мы все военные действия отмечали, старались вот в газету повести. Держать в курсе, да. Да, мы были в курсе всех действий. Ещё хорошо помню, когда погиб Черняховский. Мы о нём тоже написали в газете, и фотографии, и всё. Мы очень следили за всем этим, несмотря на то, что вроде... Ну, мальчишки, они к этому вроде бы уже должны быть приспособлены. Ну, и мы девочки, мы всем классом старались, мы приходили у нас, вот такие новости услышим по радио, вот делились со всем вот этим. Мы жили жизнью взрослых, жизнью вот этой войны. Ну, и я так понимаю, теперь имя этого отважного лётчика увековечено, и теперь он стал таким героем городского круга Люберца, и не только городского, героем Советского Союза. Вот. Возвращаемся к вашей персональной истории. Итак, финал военные, 44-й, 45-й год. Что происходило, когда вы узнали о победе? Вот перед этим и победа. Ну, вы знаете что? Ну, вы это потом можете не включать. Да. Я просто с вами делюсь, да. Взрослые, мы же около них крутились постоянно, да. Вот. Они сидели там, кто чего, кто вязал сетки, авоськи, кто носки вязал. До обеда они, значит, обеды готовили, а после обеда вот бабульки сидели в тенёчке и вязали, делали. И вот слышу такой рассказ. Да. В электричке. Народу много, шестивагонки, и относительно редко ходили, раз они, да, сидят тут, как в купе, шесть человек. Ну, и все говорят о войне, всем надоело, и как это, что вот, ну, всё вспоминали. Когда же она только закончится, сидит одна пожилая женщина и говорит, ну, что вы волнуетесь, война закончится в мае, а это зима. Ага. Ну, все, в мае. Откуда вы знаете? Я вам сказала, в мае закончится война. Пророчится прям. Вот, и говорит ещё дальше, вот запомните, я говорю точно, я сейчас выхожу, а на моё место вот кто сядет, будет покойник. Ох ты что. Народу много в электричке, все стоят, но никто не садится на это место, оно свободное. Женщина вышла, в электричку вошла молодая женщина, на руках ребёнок, она села на это место. Все сначала оторопели, а потом между собой, вот, ну, надо же, да наврала эта женщина. Какой тут труп может быть? Нет, покойника нет. Женщина молодая с ребёнком говорит, о чём речь? Они ей объяснили, сказали. Сидит и говорит, а вы знаете, я еду из больницы и везу сына своего хоронить. Все оторопели. И я вот это вот запомнила, я думаю, нет, война, да, действительно закончится в мае. И когда объявили, что 9 мая победа, я думаю, ну вот, ну надо же, всё совпало. А какой она была, победа, вот этот день? Ой, этот день такой радостный. Во-первых, было очень тепло. Раздетые все ходили. Вот те, которые инвалидами вернулись с фронта, раньше очень много было гармонистов. И гармония кругом, и песни, и пляски, и слёзы. Люди обнимаются и плачут, и радуются. У нас был клуб «Дружба». И вот мы бегали, то туда к клубу, там идёт веселье, песни поют и пляски идут. Уходят они в другую сторону, и мы за этой группой. Ну да, да. Вот было веселье необыкновенное. И самое главное, ну вот прекрасная погода. Ну, я не знаю, сколько там градусов раньше, не объявляли, конечно. Да, но тепло. Но было очень тепло. Я бегала в одном платьице. Ну и потом наступают времена послевоенные. Вот какое это было время? Вы же потихоньку взрослеете. Ну, я, да, конечно. Я закончила в школе номер два семь классов, потому что в восьмой я не могла идти. Родителям было тяжело, потому что обучение было платное. Уже в восьмом классе платить надо. Я потом училась вечерами, работала и вечерами училась. В шестнадцать лет я пошла работать на завод ТЗПП. Так, что это за завод? А тогда он был электровакуумный завод, назывался. И выпускали там цоколя разного размера, начиная от маленьких, которые идут в карманные фонарики, и до больших, которые вот в прожекторы шли, вот везде. Вот такие вот работала. Я всё время вот така проверяла. Вот это пом-пом, кричать. Нет. Мы цоколя нам приносили, и вот мы смотрели. Ага, вот этот вот хороший, это плохой. Ага, на автомате прорезало всё это. Брак. Брак отбрасывали. И отправляли в Рязань. Там был ламповый завод. Вот всё вот это отправляли в Рязань. А в 1953 году послали учиться во Фрязино. Там институт. Уже стали нам передавать полупроводники. И вот нас туда послали, чтобы мы учились, как проверять качество изготовляемой уже продукции полупроводников. А вот этот сам период после окончания войны, до смерти Сталина, вот период, как люди жили? Люди жили. Вы знаете, ну, конечно, было трудновато. Но во время войны, что характерно, на территории ЦСа, складов, да, дали земли. Пожалуйста, огород копай. И под окнами в бараках тоже люди копали огороды, сажали картошку. В основном картошку. Это уже после войны тогда. Там небольшую грядку огурчиков, там помидор, что-то, зелень. То есть такое, живёшь и огород рядом. Да, да. И с папой ходили туда уже на ЦС, на базу. И там был огород, и там тоже у нас была картошка. А вот Люберцы центром тогда считались? Вы приезжали в Люберцы? Центр Люберцы, да. Как вы приезжали? Дома были... Единственный вот дом был, где магазин был, три поросёнка, гастроном. Это на Смирновской улице. А так дома в основном были деревянные, какие-то одноэтажные, какие-то двухэтажные. Вот в двухэтажном, где сейчас памятник Ленину стоит около ДК, была милиция. Двухэтажный деревянный дом. У меня с этим домом тоже связана моя судьба. К нам привезли, мама привезла двоюродную сестру, которая там жила, вот в деревне во время войны. Мы с ней пошли в магазин вечером. А раньше света не было, электричества не было. Машины ходили, у них фары заклеены были, вот такие маленькие только отверстия были, чтобы видно, что едет машина. Переходили шоссе, и вот сейчас сравняли там вот шоссе, и ровная дорога дальше идёт. Нет таких куветов, как были раньше. И через этот кувет мосток деревянный. Вот мы идём с сестрой, моя рука левая у неё в кармане, а правая в своём кармане. И я ей говорю, Рая, ты что-нибудь видишь? Она, нет, ничего не вижу. Я только произнесла эту фразу. И ей был, тых, с моста в этот овражек, в кувет в этот. И сломала себе руку правую. Ну, на следующий день утром папа повёз меня сюда, в Люберце. Вот старое здание поликлиники, где сейчас, оно же отдельное от этого, привёз туда. Пошёл, сказал, что вот он с ребёнком приехал, вот так и так. Пошли делать рентген. Рентген сделали. И папа потом мне говорит, он меня всё время вот ласково называл дочок. Дочок, а я видел твою ручку. Как ты здорово сломала. Когда мы пришли обратно, врач тоже ведь был, видел. Медсестре говорит, держи руку так, дёргать буду, потому что она у меня как овраг была. Здесь потом впадина и опять ровно. Чтобы выровнять сам за кисть, медсестра здесь, а отец меня держал за спину. В центре Люберес вы лечили вас. Да, да, вот здесь. Потому что во время войны у нас в Томилино был только медпункт. А сколько вообще людей жило в Томилино примерно? Ну, я так считаю. В то время бараки были. Ну, если в каждом бараке было 24-25 комнат, ну, если, вот, считаете, по три, по четыре человека. Сто человек в барак. А? Сто человек в барак, получается. Ну, если 25 комнат... Бараков, ой. По четыре. 25 комнат в бараке на четыре умножаем, сто человек в бараке. Где-то больше, где-то меньше. Ну, я так надеюсь, потому что ведь Томилино считалась и противоположной стороной железной дороги. Ну, около 10 было. Ну, хорошо, к сожалению, время наше подходит к финалу. Мы останавливаемся с вами на Люберцах вот уже ближе к 60-м годам. Когда вы почувствовали, что вот Люберцы, вот этот груз военный, послевоенный, немножечко как-то жизнь стала легче? Вы знаете, после, вот я, я вам сказала, в 50-м году поступила на работу. И здесь как-то, здесь намного лучше стало вообще, как-то спокойнее. И карточки-то отменили, да? Вот, здесь уже... Магазины работают. Придёшь в магазин, свободно что-то можешь купить. Ну, в магазинах тогда было всё. Селёдка бочками стояла. Да, было такое. С залом. Сейчас её и не видно этой. Ну, вот. Я думаю, что вот мы останавливаемся на этом месте. Мы сегодня узнали с вами вот такой человеческий взгляд, да, на те события. Вот, спасибо, что поделились этими вот так, таким детским, кстати, воспоминанием, потом воспоминанием молодой девушки уже, да, которая устраивается на работу. И спасибо, что вы продолжаете работать в Совете ветеранов, потому что 400-летие Люберец подразумевает очень большую необходимость восстановления каких-то фактов того, что где-то утеряно. И только с вашей помощью можно где-то что-то восстановить, вплоть до того, где чего было, потому что Люберцы особо не фигурировали ни в хронике. Ну, нельзя было. Нельзя. Нельзя, здесь же был аэродром. Поэтому по крохам восстанавливаем. И вам за это большое спасибо. С наступающим 400-летием вас. Напомню, что в гостях у нас была Тамара Никитична Осипова, житель посёлка Томилино. Со стажем, что называется, член Совета ветеранов городского округа Люберцы. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова